Здравствуйте, друзья! Несмотря на сложную ситуацию в мире, которая, несомненно, затронула и отрасль киноиндустрии, мне всё же удалось собрать для вас двадцатку новых добротных фильмов 2020 года. Кто как не я, как говорится, поэтому не забудьте подписаться. Лучший канал о кино как-никак. Погнали! Начнём, пожалуй, с весьма противоречивого фэнтези от студии Дисней Артемис Фаул. В центре повествования оказывается юный криминальный гений, который является наследником древнего рода воров и мошенников. И вот однажды юный Артемис узнаёт, что его отец бесследно исчез. В результате его поисков молодой гений узнаёт о существовании тайного мира глубоко под землёй, населённом гномами, эльфами, троллями, лепреконами и другими волшебными существами. С их помощью Артемис и намерен отыскать пропавшего отца. Страшно, Артемис? Лучше страх, чем смерть. Близится войско. Я новый гений преступного мира. Французы не так часто снимают боевики, однако, когда они это делают, согласитесь, получаются в основном хорошие фильмы. И вот потерянная пуля. Согласно сюжету, автомеханик по имени Лина попадает за решётку. Вскоре комиссар предлагает ему поработать на полицию и переоборудовать полицейские машины в настоящие тараны, чтобы эффективно бороться с дерзкими водителями. За такую работу ему даже светит условно-досрочное, когда коррумпированные полицейские убивают комиссара и пытаются свалить вину на Лина. Скандинавская мифология в обёртке современного кино. Бог грома. Фильм расскажет об американце норвежского происхождения Эрике, который скрывается по лесам исторической родины, будучи не в силах понять, что с ним происходит. Однажды он вступает в конфликт с группой хулиганов, в результате чего один из них загадочным образом умирает. Эрика тут же арестовывают, но через время ему удаётся сбежать. И вот, преследуемый американскими и норвежскими властями, парень наконец-то обнаруживает свою истинную сущность. Думаю, произошло что-то такое, чего пока никто не может понять. Восьмая часть. Экшн-франшизы «Снайпер. Финал убийцы». Поведает о Брэндоне Беккетте, специальном агенте и опытном снайпере, которого ложно обвиняют в убийстве высокопоставленного иностранного чиновника. Будучи беглецом, преследуемым правительственными агентами, Брэндон вынужден просить помощи у единственного близкого человека – своего отца. Чтобы добиться справедливости, герои вступают в сражение с бесчисленными противниками, бесстрашной якудзой-киллером, оперативниками ЦРУ и российскими наёмниками. Мистический триллер, атмосферный, неспешный, но при этом со вкусом – видеорегистратор. По его сюжету, в годовщину смерти подростка от рук полиции, один из патрульных полицейских перестаёт отвечать по рации. Его истерзанное тело находят коллеги, а на записи с видеорегистратора женщина-полицейский Рене Ламита видит, как того подбрасывает вверх невидимая сила. Вскоре происходит убийство ещё нескольких человек, в том числе полицейских, чем-то невидимым. И Рене решает сама взяться за расследование этого дела. Продолжение следует... Отличная лента для любителей напряжённых триллеров, ломая поверхность. Поведает о двух сводных сёстрах, Туве и Иде, которые намереваются совершить традиционное зимнее погружение в Северной Норвегии. Ничего не предвещало беды, как вдруг начинается камнепад, в результате которого Тува застряёт на глубине в 30 метров. Безобидное развлечение превращается в гонку на выживание, ведь запасы кислорода ограничены, а звать на помощь некого. Поставив на кон свою жизнь, Ида сделает всё возможное, чтобы спасти сестру. Тува! 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 Отплывай! Фильм, основанный на классическом романе Чарльза Диккенса, история Дэвида Копперфилда, расскажет повесть о его жизни. Когда он был совсем ещё ребёнком, его мать, вдова, вышла замуж за жестокого мужчину, который, по сути, изгоняет Дэвида из семьи. На протяжении своей жизни юный Копперфилд сталкивается как с счастьем, так и трагедией, а вокруг него кружится бесчётное количество ярких персонажей. Личность же самого Дэвида со временем также меняется. Он проходит путь от непрекаянного ребёнка до известного писателя. Шикарное было приключение. А! Пригнись! Что вы мне дали? Лекарства, чтобы оживить вас. Это заправка для салата. Да ну! Наши старые знакомые Сью и Френчи возвращаются на экраны со второй частью «Коллекторов». После событий первого фильма Френчи решает отойти от дел и устраивается вышибалой в местном баре. Но всё складывается не слишком удачно, поэтому он соглашается на предложение Сью вернуться в бизнес. Напарников вызывают в Лас-Вегас, чтобы они забрали долг у владелицы казино, которая, как оказалось, является бывшей любовницей Сью. Тем временем на тропу войны выходит наркобарон, желающий отомстить за смерть брата. Должен констатировать, форму ты не утратил. Точен в каждом движении. Я думал, что ты загнулся. Я и сам так думал, Френчи. Найдём минутку рассказать. Основанный на реальных событиях фильм «Убийственная команда» поведает о молодом солдате по имени Эндрю, который отправляется в Афганистан, веря в то, что будет выполнять благородную миссию. Но правда такова, что солдатам совершенно нет дела до гражданских. Более того, зачастую они сами причиняют им немало горя. Эндрю осознаёт, что стал инструментом в руках бездушных правителей. К тому же его командир оказывается настоящим садистом. И теперь парню предстоит сделать трудный выбор, который может стоить ему жизни. Готовы повеселиться? Весьма неплохой криминальный триллер «Арканзас» расскажет о двух мелких наркокурьерах Кали и Суини, которые живут и работают в провинциальном городке в Арканзасе, где всем заправляет таинственный наркобарон под псевдонимом «Фрок». Параллельно мужчины подрабатывают легально для прикрытия, однако после того, как Суини заводит отношения с местной девушкой, он ставит под удар своё прикрытие, а несколько необдуманных решений со стороны Кайла заставляют Фрога увидеть в курьерах угрозу для своей подпольной империи. Если считаешь, что можешь кого-то нагнуть, надо нагибаться. Если хотите, можете называть меня сэр. Мне будет приятно. Я человек старомодный. Мы собираемся везти дурь в соседний штат, сэр! Достойный триллер, держащий в напряжении до самого финала. Незваный гость. Расскажет о супругах Скотти и Энни, которые покупают большой дом у вдовца Чарли. Мужчина после продажи особняка собирается переехать к своим детям во Флориду, однако продолжает слоняться по окрестностям и ухаживать за домом. Энни жалеет Чарли и периодически приглашает в гости. Скотт же пытается ему объяснить, что у дома теперь новые владельцы. Отказываясь признавать данный факт, Чарли переходит к решительным действиям. Это вы дом Пеку купили? Да. Чарли это что-то, но не советую заглядывать ему под маску. В этом доме погибла его жена. Миссис Чарли взяла дрововик мистера Чарли и выстрелила себе. Конечно, если верить его словам. Военная психологическая драма последствия. Ее действия разворачиваются в Германии после Второй мировой войны. Рэйчел приезжает в Гамбург к своему мужу, британскому полковнику, который занимается восстановлением города. Пара заселяется в роскошный особняк, конфискованный для нужды Британии, в котором все еще живут прошлые хозяева. Вместо того, чтобы выселить немца-архитектора и его проблемную дочь, полковник Морган разрешает им остаться. В тот момент он и подумать не мог, что совершает роковую ошибку. Едем со мной. Ты ведь этого хочешь? За новую жизнь. Незамысловатая молодежная лента, но при этом сделанная со вкусом «Угнать и продать», поведает о молодом гонщике по имени Майк, который является специалистом в угоне элитных автомобилей. Однако после неудачного дела парень вынужден согласиться на сотрудничество с полицией. Он должен внедриться в банду и помочь стражам порядка раскрыть крупное предприятие по контрабанде сотен экзотических суперкаров. А со временем в этом мире красивых девушек и дорогих машин начинают фигурировать еще и наркотики. Мистический триллер «Тебе стоило уйти», поведает о Тео Конрее, в прошлом успешном банкире, женатом на талантливой актрисе Сюзанне. Подозревая молодую жену в измене, Тео постепенно оказывается на пороге депрессии, так и не оправившись после самоубийства своей первой жены. Стремясь освежить отношения, мужчина предлагает провести отпуск в великолепном доме, расположенном в сельской местности. Однако то, что должно было стать идеальным семейным отдыхом, внезапно превращается в сущий кошмар. Весьма занятный триллер, напоминающий один дома, только с рейтингом 18+, Бекки. Сюжет строится вокруг 13-летней девочки, которая после смерти матери вместе с отцом едет развеяться в их любимый лесной домик. Там отец неожиданно для нее представляет новую мачеху девочки. Бекки не успевает толком поистерить, как в дом проникает банда сбежавших заключенных. Им нужен некий ключ, который они когда-то здесь спрятали. Но Бекки не верит, что заполучив желаемое, они уберутся и решает дать уголовникам отпор. Легкая французская комедия «Каникулы в Африке» расскажет о том, как в рамках реалити-шоу «Сафари» со звездами Четверо знаменитостей, заносчивый телеведущий, теряющий популярность стендап-комик, сериальная актриса с разбитым сердцем и футболист-беспредельщик отправляются в путешествие по Дикой Африке. Им предстоит провести несколько дней вместе с первобытным племенем туземцев. Вдали от цивилизации их ждут не только красоты природы и дикие звери, но и встреча с собственными инстинктами. Ну и перед тем, как мы рассмотрим фильмы в жанре ужаса и еще один мистический триллер «Становление». В центре сюжета окажутся молодожены Алексы и Лиза. Однажды в путешествии они сталкиваются с древней силой, которая решает поселиться в Алексе. Загадочное существо медленно овладевает душой и телом мужчины, постепенно пробуждая в нем скрытую жестокость и ярость. Поначалу изменений не замечает даже Лиза, меняются только его почерки и жесты. Но вскоре девушка понимает, что ее жених больше не тот человек. Обзор ужасов начнем, конечно же, с наконец-то вышедшей картины «Эксперимент за стеклом». Согласно сюжету, 8 интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу, трансляция которого ведется круглые сутки. 5 миллионов долларов в качестве приза, а также голоса зрителей мотивируют героев проявить свои лучшие и худшие качества. Однако никто из них не догадывается, что победителем, или правильнее сказать, живым, останется только один из них. Для каждого выбывшего участника приготовлен особый вид смерти. Продолжаем и на очереди еще один неплохой хоррор «Час дьявола». По его сюжету, двое аферистов создали реалити-шоу, где якобы священнослужитель проводит обряд экзорцизма, спасая разных людей от одержимости. Все шоу-постановка с заранее продуманным сюжетом и распределенными ролями. И вот очередной стрим в прямом эфире, однако в этот раз все начинает идти не по плану, и в жертву на самом деле вселяется некая темная сущность из преисподней. А само шоу превращается в игру, где главный приз – жизнь. Следи за мониторами и подыгрывай. Ну все, поехали. Три! Два! К черту ваш сценарий! Несмотря на то, что фильм не имеет никакого отношения к франшизе «Пила», как отдельное произведение картины вполне смотрибельно. «Пила. Начало». Согласно сюжету, мужчина и женщина просыпаются в заброшенной клинике, находясь прикованными к больничным койкам. Страдая от потери памяти и будучи в страшных увечьях, главные герои оказываются во власти мрачного смотрителя садистскими замашками. Пока психопат-надзиратель старается исцелить своих жертв, те пытаются найти способ сбежать из плена садиста. «Боль означает, что ты еще жив». Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!